КЗС-1319. Такое имя отримал новый комбайн, распроцованный и выпущенный холдингом «Хомсельмаш». В агрокомбинате «Паудневый» железный помощник сбирал Раджай Рапсу. Правда, по коль, главная мыта его удела в процессе – проверить техничные макчимость в полевых умовах, вызначить мощные и слабые баки. Одным из первых это робит водитель Сергей Денисенко. По першню за роль комбайна он сел у 15 годов. Зараз мая уже 16-ти годовый стаж. Есть с чем пораунать новую технику и объективно ее оценить. Машину идет нормально, вопросов никаких. Где-то что-то регулируем, где-то что-то тут же доводится до ума. Ну, работаем. Все же на месте не стоит. Все идет вперед, более электроники, больше для удобства. В этой машине все регулируется, не надо выходить, все изнутри, все из салона делается. Головная особливость комбайна – гибридная система обмолоту и сепарации. Выкоростные компоненты – адресу двух классичных схем – барабанных и роторных омолотильных. Простыми словами, это позволяет увеличить продукционность работы беззначного подорожания комбайна. Теперь уборку можно вести на большей высокой худкости. На полях паудневого новая техника працует каля тыдня. За этот час для ее допомоги убрали больше как треть площадь рапсу. Однако мощности комбайна больше широкие. Его так само можно задействовать на полях с пшеницей, житом, тратикалем, ячменем и аусом. И навод на уборцы кукурузы и слонечника. Максимальная эффективность может быть досягнута на полях с урожайностью с божьевых 50 центеров с гектара и выше. Машина высокого технического уровня, большой процент автоматики. Автоматически выполняются настройки на различные культуры. Автоматика следит за потерями, за режимом работы, за рабочими органами комбайна. Чтобы механизатор работал на этой технике, их переподготавливать не нужно. Все управление настройки, обслуживание машины, все аналогично тем, которые были раньше. У господарца комбайн застанется до конца уборочного сезона. За тем, яху планирую доставить на белорусскую машинно-выпробовальную станцию, где цикл проверок завершится. Коли специальная комиссия даст машине становшую оценку вероходно, в наступном году будет выпущена первая промысловая партия. Как наркуют створальники, комбайна у новой техники – добрый экспортный потенциал. У первую чергу машина будет цикавая по дневым краинам.